Так, еще раз здравствуйте, коллеги. Это под запись уже. Меня зовут Александр Неймарк, представляю Дмитрия Кочина, он является ведущим IT-разработчиком нашего продукта. Мы представляем IT-компанию, то есть мы в этом смысле довольно-таки серьезные ребята, по крайней мере, с нашей точки зрения. Мы действительно отвечаем за качество продукта, мы действительно отвечаем за то, что продукт. Именно такое, такое мы заявляем. Мы занимаемся исключительно инновационными вещами, поэтому, да, иногда бывают какие-то нюансы, связанные с тем, что, например, там, ну, как обычная инновация, да, там, запланировали одно, походу выясняется что-то новое, но вот в случае с базой данных, OASIS, для того, чтобы не было никаких сюрпризов, мы сначала опубликовали желтую бумагу, yellow paper, то есть мы описали полный математический алгоритм, как это работает, как это спрограммировать, сейчас, если там какие-то нюансы, то Дима может поправить, а только потом защитили эту желтую бумагу, то есть покатались по всему миру на разных конференциях, ее представили IT-разработчикам на разных, там, сессиях и так далее, и только после этого начали программировать. То есть мы в этом смысле основательно подготовились, потому что, когда ты заявляешь, что ты делаешь продукт, которого аналогов еще нет, то, ну, нормальный вопрос у сообщества, окей, а ты вообще способен его сделать? А может быть, не способен, а может быть, вы, ребята, ну, как бы замахнулись на вещь, ну, там, вечный двигатель, идея классная, да, но сделать, очевидно, нельзя, хотя, может быть, ребята и не мошенники, да, они просто не осознают, что они не способны. Здесь такая же ситуация. Вот, и в этом смысле довольно-таки мы серьезно подготовились. Мы буквально недавно вернулись из Берлина, там была Берлин Blockchain Week, там была неделя блокчейна, там секции по эфириуму были разные, и в том числе была секция decentralized storage, которая касалась децентрализованных хранилищ данных, и была подсекция, которая касалась баз данных. Вот как раз на этой секции обозначалась, могу прислать там все пруфы, посмотрите презентации, что децентрализованных хранилищ, ну, есть некоторое число, там, SeaCoin, Storage, еще кое-кто, а баз данных пока не существует, при этом уточню, да, база данных, в нашем понимании, децентрализованная, она должна быть BFT-устойчивой, то есть это значит, что кто угодно может поднять ноду, то есть она должна быть публичной, как блокчейн, она должна быть BFT-устойчивой, то есть ноды должны уметь выявлять, кто fails, кто true, то есть кто ложь, кто правда, и, соответственно, ложные ноды выкидывать, и она должна обладать именно свойствами базы данных, то есть это возможность поиска по содержимому, возможность поиска по метатегам, возможность децентрализованного хранения, кроме того, возможность оплаты за это хранение, ну и вот все те свойства, которые, собственно, у нас заявлены в нашей белой бумаге, желтой бумаге и так далее. Вот как раз это было буквально месяц назад, то есть мы в начале 17-го года, ну, не в начале, там, в апреле 17-го года мы задумали этот продукт, где-то к августу 17-го года у нас была готова желтая бумага, полный математический алгоритм, а в, получается, в августе, в начале сентября 2019-го года на профессиональной блокчейн-конференции IT-разработчиков заявлено, что база данных такого типа пока не сделана, по той простой причине, что это весьма нетривиальная и сложная задача. Вот мы, поэтому я к чему, мы серьезно подготовились, мы основательно заявляем, что мы ее разрабатываем, мы ее делаем, вот IT-директор здесь присутствует, и поэтому, наверное, я бы сейчас кратенько хотел передать слово Диме, чтобы он в двух словах рассказал отличие от Кайроса, от Сторджа, от Сиакуэна, во-первых, а во-вторых, потом, соответственно, уже введем понятие базы данных, в чем мы принципиально отличаемся и кратенько расскажем тогда, какие наши конкретные преимущества, на какой мы стадии, ну, и там дальше ответим на вопрос. Потому что, вы знаете, вот то, что вы спросили, неоднократно спрашивают, нас с Кайросом не сравнивают по той простой причине, что его в несетевом рынке не знают, ну, это проект, который только назвали, фактически. Мы даже пытались разбираться в документации, толком ничего не нашли, там пара-тройка презентаций. Но даже если предположить, что они там не мошенники, не пирамида, оставим это за скобки, да, возьмем вот чистый алгоритм, что они там хотели сделать и чего они обещали, да, и сравним их, скажем там, со Сторджем и Сиакуэном. Вот в этом плане мы можем, так сказать, дать некий экспертный анализ, в чем мы отличаемся. Там был вопрос по поводу, почему у нас там стейк похож, да, ну, то есть у нас, да, действительно есть как бы алгоритм доверия на основе proof-of-стейка тоже в двух словах расскажем. Но давайте для начала вот это. Тим, прокомментируй, пожалуйста. Ну, вообще, надо понимать, чем вообще файловые хранилища отличаются от базы данных. Файловые хранилища, они хранят информацию в виде больших кусков файлов. Что там внутри файлов, файловое хранилище, разумеется, не знает. А раз оно не знает, что там внутри, то оно не способно что-либо найти внутри этого файла. Таким образом, самое главное ограничение вообще файловых хранилища, это неспособность искать информацию. Вы можете запросто хранить свои файлы в файловом хранилище, но только вы фактически знаете, что там, и только по имени файла можете что-то там найти. Больше, соответственно, никто не может. И, ну вот, в принципе, это использовать для промышленных приложений невозможно. Ну, просто потому, что приложению нужно осуществлять довольно сложные выборки данных, чтобы там каждому пользователю показывать то, что нужно видеть именно ему. Причем агрегировать информацию по всем пользователям. То есть, грубо говоря, один пользователь может пользоваться плодами труда других пользователей и наоборот. Именно тогда вот осуществляется какая-то работа совместная. Для этих целей, для приложений нужна именно база данных. И таких действительно децентрализованных баз данных еще не существует. Мы замокнулись именно на децентрализованную базу данных. Если файловых хранилищ, типа SIA, STORCH, ну вот этот Kairos, он тоже пытался делать что-то вроде там той же SIA. Их достаточно много, потому что концепция достаточно проста. Ну, поскольку файл, кроме пользователя, никто не видит, его можно там хорошенько зашифровать, куда-то положить. И, опять же, если пользователь знает, как его извлечь, замечательно. Но вот сделать совместную работу с этими файлами никто не пытался. Это гораздо более сложная задача. Это задача базы данных. Мы делаем именно эту, именно это, базу данных. Отличия, в принципе, понятны или надо что-то поподробнее сказать? Ну, я думаю, может быть, у Алексея уже какой-то конкретный вопрос есть, потому что, собственно, он был инициатором этой беседы. Алексей, задай вопросы. Ну, да, есть у меня вопрос по поводу, то есть, если это база данных, то есть, по сути, это, скажем так, это динамические данные. То есть, если на файло-хранилище файл хранится в неизменном виде, мы не можем смотреть, что там, то вот эта технология, да, Азис, она позволяет, скажем так, на лету определять контейнеры, да, что в файле находится, определять там, ну, не знаю, кодировку, если в таком смысле. Ну, да, грубо говоря, это так. Да, действительно, можно так сказать. Вот возьмите, например, Excel-файлик какой-нибудь, да, электронную коблицу. Представляете себе? Ну, да, да. Файло-хранилище — это просто файл. Вы не можете там, ну, оно воспринимается как единый кусок. А вот когда вы его откроете в том же самом Excel, вы видите, что там огромное количество информации. С помощью того же самого Excel вы можете фильтровать эти строчки, там, не знаю, суммировать значения, вставлять новые и так далее. Вот база данных от файлового хранилища именно так же и отличается. С точки зрения файлового хранилища, Excel-файл — это просто файл, с которым ничего нельзя делать. Это понятно. Да, да, да. Это понятно. С точки зрения базы данных — это большая таблица данных, каждая строчка в которой имеет свое самостоятельное значение. И тогда такой дальше вопрос. Если там файлы зашифрованы, то, соответственно, чтобы их пользователь считал, эти файлы должны где-то разворачиваться. То есть на стороне, либо на стороне какого-то отдельного сервиса, либо прямо на компьютере у человека. Смотрите, в файловых хранилищах файлы зашифрованы ключом пользователя, и только пользователь может их прочитать, больше никто не может. В базе данных, по умолчанию, данные лежат в открытом виде. Но если пользователь желает, когда он кладет, ну, смотрите, значит, если данные лежат в открытом виде, то это значит, что любой, кто угодно, может их прочитать. А, соответственно, любой, кто угодно, может осуществить выборку по этим данным и что-то там получить. Такие случаи тоже нужны для приложений. Например, если у нас есть какой-то каталог информации. Ну, грубо говоря, вот на популярном примере торрент трекеров. У нас с торрентами какая проблема? Что сами торренты заблокировать невозможно, а вот трекеры, каталоги файлов, которые вообще можно с помощью торрентов скачать. Ну, вот, например, rootreaker.org, он представляет собой большой каталог содержавшихся в сети торрент файлов. Ну, какие фильмы есть, какие игры и так далее. Представляете себе, да? Ну, я представляю, я сам айтишник. Вот замечательно. Вся информация об этих торрентах, она на самом деле публична и открытая. Ее шифровать нет смысла. Ее, наоборот, надо искать. Если один человек ее добавил, то другой человек может ее прочитать. Поэтому в базу данных эта информация кладется в открытом виде. И благодаря тому, что база децентрализованная, соответственно, когда заблокировать эту информацию невозможно, все пользователи будут иметь доступ к новым записям, которые кладут другие пользователи. И опять же, никакие чужие пользователи, ну, плохие, нехорошие пользователи, не могут удалить информацию, которую положили другие пользователи. Просто потому, что база данных защищена от таких вещей. Вот, тут саму информацию шифровать не надо. Но, разумеется, для каких-то более сложных случаев, когда часть информации должна быть зашифрована, и к ней доступ должен иметь только человек, который имеет от нее ключ. Да, такое тоже возможно. То есть при необходимости в базу данных можно класть информацию в зашифрованном виде и выдавать доступ к ней, то есть ключи от этой информации только тем пользователям, которым вы, соответственно, от которых вы хотите, чтобы они эту информацию могли прочитать. Такое тоже возможно. То есть база данных поддерживает не только шифрование безусловное, да, но и шифрование условное. Если оно вам нужно, вы шифруете. Если не нужно, вы шифруете. А в случае, если вы кому-то даете еще доступ, то информацию можно использовать совместно, что очень важно в условиях децентрализованных предложений. У меня немножко был вопрос такой вот, может, по-другому его задам. Где происходит кэширование расшифрованного файла? То есть где, собственно, тут, мне кажется, такой опасный момент. В смысле, где происходит сама расшифровка файла? Да, расшифрованный файл, чтобы вот его увидеть. Расшифровка файла всегда происходит в том месте, где есть ключ. А ключ есть только у конечных пользователей. Грубо говоря, как только вам на компьютер пришла информация, там она расшифровывалась. До этого она, конечно, не расшифровывается. На компьютерах файлов, у фармеров там или где-то в сети она хранится в зашифрованном виде, никто не может ее расшифровывать. То есть безопасность компьютера клиента – это уже как бы поле ответственности самого клиента, да? Разумеется. То есть точно так же, как и память клиента. Если клиент это прочитал, да, то дальше он может кому-то верно сказать. Но это уже его власть ответственности. Нам главное, что мы информацию доставили непосредственно до него в зашифрованном виде. А дальше он, конечно же, имеет право ее расшифровать. Ну, тогда, может быть, я по вопросам пойду, чтобы… Да, можно. Да, да, конечно. Вы задайте все вопросы. Сейчас я черпываю, сейчас все собрались. А потом, может быть, добавим какие-то нюансы. Хорошо. Ну, тогда я буду в основном все вопросы задавать, включая сравнение с Кайросом. Как вам удобно, конечно. Я буду таким, как говорится, скептиком, да, и постараюсь как-то поветевать и задать вопросы, чтобы… Ну, то есть, мало ли у кого еще такие же возникнут. Конечно, конечно. Мы очень любим отвечать на кайерный вопрос. Вот, смотри. Алексей, сразу вопрос к тебе. Ты в Кайросе сам был или ты сторонний наблюдатель? Нет, я был, я наблюдал, как и за всеми другими компаниями. То есть, я как айтишник, как я… Ну, я в оффлайне занимаюсь, скажем, таком мое хобби. Я ремонтирую компьютеры. И для меня было смешно видеть, что за… Просто за сдачу в аренду своего диска можно было получать там в основном какие-то суммы. То есть, это было, ну… Такое мне… То есть, это диссонанс внутренний вызывал, потому что я как бы знаю о всех сервисах, которые существуют, и знаю, собственно, чего стоит место на диске. Вот, поэтому… Вот, и поэтому, наверное, сразу такой первый вопрос. То есть, можете ли объяснить политику, скажем так, наверное, логику на вот такой вот непростом таком примере, который я тоже приводил в Кайросе, но мне там ответить не смогли. Допустим, вот у вас есть квартира, да, и вы хотите ее сдавать в аренду. Соответственно, я как арендатор у вас, то есть, я плачу вам, допустим, там, ну, 300 долларов в месяц, но при этом я прошу у вас гарантийный платеж 3000 долларов в залог того, что вы как арендодатель, да, как сдающий квартиру, что-то с ней не сделаете. Ну, кто там, не знаю, что можно с ней сделать. Стекла выбить там, ну, то есть… Поджечь, поджечь ее можно. Ну, неважно. Наркопритон устроить. Там много чего можно сделать там. Ну, кстати говоря… То есть, с позиции не того, что я арендую, я там могу что-то натворить, а наоборот, я владелец квартиры, и я должен отдать, арендатору должен отдать какую-то сумму больше. Мы поняли, мы поняли. Зачем нужен депозитный залог? Вот, собственно, в Карресе там суммы были очень похожи. То есть, там было 2700 долларов, 2700 евро, и доходность примерно такая же, там, в районе 15 процентов, по-моему. Это вот вопрос, который вас интересует, почему вы, как владелец квартиры, должны заплатить кому-то, чтобы он жил в вашей квартире? Нет, нет, нет. Почему ты, в принципе, должен обеспечить свою же квартиру залогом? Ну, дело в том, что… Почему я арендарь? То есть, тот, кому… В смысле, некорректно? Ну, пример совершенно некорректный, потому что квартира – это ваша собственность. И исключительно вы за нее в ответе. Если вы сдаете квартиру в аренду, то ущерб может нанесен быть только вам. Не вами, а только вам. Понимаете? Поэтому, разумеется, требование никакого залога вы никому не должны ничего платить. Все риски несете вы. Платят обычно те, кто перекладывает на кого-то риски. Вот тут немножко другой пример был бы более правильный. Смотрите, вы идете в Airbnb, да, и предлагаете… Давайте я буду доставлять свою квартиру в аренду через Airbnb, соответственно, вы мне будете направлять клиентов, и я, соответственно, буду идти клиенту подходит. Вот здесь вас удивляет, что вы должны какой-то депозит оставить в Airbnb на случай там всяких проблем. Ну, я понял, это ближе, наверное, туда будет, если я в квартире захочу хранить золото, например, да, с литками. То есть, и тогда ответственность уже лежит на мне. Да, 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 именно. Вот именно. Если вы, если вы имеете доступ к чужому имуществу, вот тогда вы должны подтвердить серьезность своих намерений и оставить какой-то депозит. Если доступ только к вашему имуществу, то, поскольку все риски на вас, то вы не должны ничего страховать. Совершенно естественно. Ну, тогда возможно, возможно. То есть, яросла. Тогда у меня вопрос на эту же тему. А почему, собственно, ведь в Кайросе было несколько разных пакетов, по-моему, минимальный начинался там чуть ли не от 150 евро, что-то такое. То есть, в принципе, ну, многим это было по карману. Почему у вас именно вот такая ценовая политика, там, 3000 евро или долларов, я не помню. Долларов. И не меньше. Ну, во-первых, мы рассматриваем альтернативные варианты. Пока еще не вводили никаких таких вариантов, но чисто теоретически могут быть там всякие студенческие пакеты. То есть человек, ну, знаете, как вот у Майкрософт, допустим, да, то есть человек предъявляет студенческий билет и он, соответственно, может там меньше депозит. Но, понимаете, то есть у нас нет самоцели, вот если отвечать про сумму, да, нет самоцели собрать как можно больше фармеров. Дело в том, что сумма должна быть существенной, чтобы у человека не было мотивации вредить сети. Поэтому сумма не 100 долларов, не 200, не 50, не 10, а 3000. Кстати говоря, если посмотреть на постзалоговые депозиты каких-нибудь блокчейнов, которые работают по методологии постмайнинга, суммы там могут быть и в разы больше, и 10 тысяч долларов и так далее. Поэтому в данном случае мы исходили из соображений, что человек, ну, во-первых, мы неоднократно подтверждали, повторяли, что это деньги, которые человек кладет сам себе, то есть он не должен у нас что-то купить. Это не продажа лицензий, это депозит на смарт-контракт. То есть он, покупая монеты, кладет их на смарт-контракт и в любой момент может их снять и продать. Да, конечно, ваше возражение, что монета может упасть в цене, вне сомнения, оно справедливо. Но в случае со стабильным потоком, скажем так, спроса, мы не видим повода для падения монеты. Да, она краткосрочно может, конечно, упасть, но представьте себе, что вот не будет крипты в этом проекте. Просто уберем крипту. Проект продолжит жить, потому что можно принимать доллары, можно принимать евро, никаких проблем. То есть спрос устойчив в фиатных валютах. Мы их меняем на крипту только по одной простой причине, потому что не в каждый регион мира можно завести фиатные валюты. Вы не можете завести доллары в Китай, в Россию, в Венесуэлу и так далее. Просто заблокирует центробанк. А крипту можете, потому что крипта это очень гибкий инструмент и так далее. То есть она нужна только для этого. И поэтому, так как спрос привязан к фиатной валюте, мы не видим повода для каких-то резких обвалов курса. Но обвалится курс, и не страшно, вы просто возьмете и подождете немножко, курс опять вырастет. Так что, то есть эти риски, они, конечно, существуют, вне сомнения. Здесь вы правы, но это не настолько существенные риски, насколько существенно можно заработать, сдавая компьютерный вариант. тогда у меня, у меня больше даже не столько курс токенов волнует. Это я Алексею, это я Алексею. А, да. Сколько, следующий момент, смотрите, вот вы говорите, что переживать не стоит, ваши 3000, вы, по сути, кладете на собственный депозит в качестве залога. Да. Но, ведь, и это типа, ну, на смарт-контракте, то есть, в случае чего, вы сможете деньги снять. Но, смысл залога-то в чем? В том, что если система заметит какие-то вредоносные действия с моей стороны, эти деньги, я так понимаю, остаются у вас. Нет, они не остаются у нас, они сжигаются. Они сжигаются, и, то есть, вы их лишаетесь, но они к нам не переходят. Вот у меня по этому вопросу тоже, следующий вопрос как раз. Да, то есть, как бы, и возникли, ну, вы же, опять же, сами знаете, там, допустим, были инвестиционные компании, где, например, администрация компании под каким-то предлогом, например, объявляла инвестору, что, а вы нарушили правила компании, что-то сделали. Здесь все автоматизировано. Мы не терминируем человека вручную. Нет никаких комиссий по терминации. Если система по определенным трек-маркерам замечает, что нода периодически что-то с ней не то, то система смотрит, что с ней не то. Если система понимает, что есть подозрительные транзакции, то человеку выносится предупреждение там неоднократное. И если он продолжает вредить системе, например, это Ботнет написал, который там бесконечно досит сеть и так далее, в этом случае депозит арестовывается, деньги сжигаются, нода выкидывается из сети. Никто не собирается никого грабить, не собирается никого выкидывать намеренно, особенно в ситуации, если эти деньги мы себе не забираем. Так как смарт-контракт написан по принципу, что эти монеты сжигаются, то у нас нет никакой мотивации кого-то намеренно выкидывать. А человек может удостовериться? Я так понимаю, смарт-контрактов есть аудит, то есть можно это проверить? Конечно. Все смарт-контракты публичные, разумеется. Мы весь код публичим. Понятно. Алексей. Алексей, если есть вопросы, задавай. Ну, в принципе, у меня тут вопрос был такой же почти. Если монеты можно сжечь за нарушение, то, получается, сами монеты не хранятся на блокчейне. Почему не хранятся? Если вы их кладете на смарт-контракт, что мешает им? Но мы же не сжигаем их централизованно, мы их сжигаем децентрализованно. То есть есть определенный алгоритм, по которому они сжигаются. Этот алгоритм публичен. Любой может убедиться, что это так работает. То есть нет, еще раз, нет никакой комиссии, которая принимает решение, что вот ваши Алексей монеты или ваш Андрей будут завтра сожжены. Такого нет. Ну, в принципе, понял, понял. Тогда следующий вопрос. Как вообще, в принципе, можно испортить ноду? То есть как можно что-то нарушить? Какие есть типы мотиваций, за которые могут быть проблемы? Но здесь Дима лучше нам не ответить. Алло. Ну так, еще раз повторите вопрос, пожалуйста. Как можно вообще нарушить ноду? Что вообще что-то можно нарушить вот в этом блокчейне, если, ну, это сотни узлов, да, соответственно, сотни там фармеров, и... В смысле, какие есть? Один, два, три там человека, они, в принципе, не могут никак навредить вообще. Ну, это тоже можно, вот как это проблема византийских генералов, да? Да, 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 именно так. А так, 50 от одного процента, тоже, наверное, вам просто рассказать, какие атаки существуют, да, на нашу сеть? Вообще, что можно сделать, какие есть типы мотивации и повредить сети? Именно с нодой, именно с ассоциейцом связаны. Какие атаки, это понятно там их. Ну, одну ноду можно вывести из строя, никаких проблем просто. Ну, она не получит подтверждение, то есть с им действием не получит подтверждение. То есть, нет, одну ноду можно вывести из строя. Один человек может сам свою ноду, например, сломать, ехать, он же администрирует свою ноду, без проблем. Одну ноду можно вычислить, там, не знаю, каким-то немыслимым образом по IP, и там, не знаю, заблокировать или отключить, или там ее RKN забанят. Это тоже вполне возможно. Просто это не отразится на работе сети, просто потому что информация дублирована многократно. Если с одной ноды мы не можем данные получить, то получим с другой. На самом деле, даже в любом случае, информация получается сразу с нескольких нод, и с какой быстрее получена, соответственно, отстой и отправляется клиент. За счет этого получается достаточно высокая скорость. Если у нас все ноды в разных регионах, то, соответственно, быстрее будет получена информация из ближайшего региона. А вот, каким образом можно нарушить работу сети? Наверное, это более интересный вопрос. Интересно? Ну, наверное. Ну, расскажи. И так, в принципе, как это может сломаться. В принципе, это можно сделать примерно так же, как и в биткоине. Если существует достаточно много людей, но там больше третий, если уж тем более, больше половины людей, которые желают, чтобы сеть не работала, тогда они настраиваются в обреженное исключение, чтобы оно работало согласованно, но против сети, и оно будет работать против сети. Но это фактически, знаете, это называется hard fork. То есть, фактически, люди организовали свою сеть, которая работает по другим правилам, и отделились от общей сети. Вот. Даже не знаю. Мотивации. Ну, грубо говоря, когда такое организованное движение, что там треть, от трети до половины пользователей решили, что они хотят, чтобы сеть работала по-другому, это уже даже не вектор атаки, это уже, не знаю, ну, действительно, либо fork, либо развитие сети. Может быть, там все остальные за ними тоже послушают. Вот. А злоумышленники, ну, либо надо человеку действительно подкупить треть всех участников, чтобы они начали работать плохо. Но это достаточно высокие затраты. Не знаю. Ну, как-то криптовалюты до сих пор существуют, хотя у них у всех те же проблемы. Причем, я так понимаю, эти 30% участников еще разыскать надо, да? Ну, конечно, их еще надо разыскать. Ну, предположим, что вы инвестировали деньги и заполнили сеть на три. То есть, может быть, ваши ноды. Они как-то децентрализованы, но по факту у них ключи у одного владельца. Да, да, да. Можете так. Но, опять же, это получается, что вы действительно инвестировали достаточно много денег в сеть, да, для того, чтобы ее разрушить и потерять свои деньги. Нет, ну, конечно, есть вероятность, что есть такие ненормальные люди, которые готовы положить огромное количество, сжечь огромное количество средств, чтобы испортить то, во что они вложили деньги. Но мы даже не рассматриваем такую возможность. Ну, просто потому что... Но это форс-мажор из области. Если начнется война, то, конечно, электричество отключат и все ноды приостановятся. Форс-мажор не рассматриваем. Если упадет метеорит на Землю, то, в принципе, тоже, да, мы достаточно хорошо централизованы на Земле, несмотря на то, что... Понимаете, эти вопросы, естественно, возникают не на пустом месте, потому что, вспоминая тот же Кайрос, я помню презентации Кайроса, где логика была примерно такая же, что у нас децентрализация, у нас арендуются тысячи компьютеров у разных людей, информация разбивается и так далее, и так далее. То есть, типа, с нами ничего не может произойти, но, как мы знаем, Кайроса на данный момент не существует. Мы за Кайрос не отвечаем, Андрей, мы отвечаем на себя. Дело в том, что Кайрос даже не стартовал, поэтому, может быть, у них и не было намерения стартовать. Мы же не знаем, что у них там. Вы посмотрите на наш код, соберите наш демо-стенд, посмотрите на наш код, посмотрите, на каком уровне мы уже сейчас, при том, что мы не заявляем, что мы делаем файловое хранилище. Мы совершенно другого уровня продукт, более сложный делаем, и мы уже продвинулись очень сильно. Посмотрите наши ресерчи, они же все публичные, мы вам можем прислать. Мы периодически публикуем ресерч о том, какие есть вообще заявки, не конкуренты, а заявки в мире по этой теме. Кто хоть что-то говорит на эту тему, есть ли потенциальные конкуренты и так далее. То есть мы довольно-таки публично проводим все эти ресерчи для того, чтобы, во-первых, самим себе, а во-вторых, нашим инвесторам и потенциальным клиентам сказать, что, ребят, все в порядке, мы держим руку на пульсе, мы не возгордились, что мы там самые умные, а все остальные глупые. Такого нет. Если появится какой-нибудь конкурент с удовольствием изучим, но пока такого нет. Пока все потенциальные конкуренты ушли либо в облачные вычисления, либо в какие-то там формы хранения информации централизованной и так далее. То есть так или иначе, базы данных вот именно в том виде, в каком мы сейчас описываем, с задачей византийских генералов, с автоматизированным, так сказать, распределением информации и прочим, и прочим, вот такого пока на данный момент нет. Поэтому мы за Кайрос не отвечаем. Сложно сказать честно, мы пытались его исследовать, но кроме пары-тройки презентаций, из которых мы пришли к выводу, что это была попытка сделать конкурент сторожей Сиакоину, мы ничего не нашли. Может быть, они и хотели, да не смогли, а может быть, они и не хотели. Это уж, так сказать, пусть их акционеры, инвесторы. Это же не значит, что все остальные автоматически плохие. Децентрализованные проекты все подвержены определенного рода проблемам. И эфириум, и биткоин тоже может сказать, что да, может быть, атака 51%. Причем в proof-of-work методологиях она еще более опасна, потому что там нужно не деньги инвестировать, а инвестировать мощности. То есть если вы обладаете достаточными мощностями, то вы чисто теоретически можете сломать сеть. В proof-of-state методологиях да, кто-то должен рискнуть деньгами. Чисто теоретически согласен, кто-то может инвестировать миллиард долларов и положить сеть на какое-то время. Вне сомнения, это возможно. Нужно ли ему это? Это большой вопрос. Но я прошу не забывать, что существует равновесие Нэша, которое четко говорит, что участники рынка ненавидят друг друга, все конкурируют со всеми, но однако рынок не рухнул, да, продолжает. А что, майнинговые пулы биткоина не соревнуются за биткоины? И они что, любят друг друга так сильно? Нет, наверняка между ними существуют и промышленные какие-то шпионажи, и поджоги, и наводят органы друг на друга, там типа вот смотрите, несанкционированные потребления электричества и так далее. Все это есть, просто это не массово. А если бы это было массово, то уже бы все. Вон новость пару дней назад, что в Китае сгорела майнинговая ферма, и биткоин просел на 5% мощности. То есть это о чем говорит? О том, что такие форс-мажоры случаются, но это не значит, что не нужно делать проект. Это, я считаю, революционный проект. Вот я сейчас не то, что вы там такие гении, а просто как технология. Это технология, которая сделает революцию на рынке хранения информации. Не мы, так кто-то другой сделаем. Это прогресс не стоит на месте, вопрос времени. Но если мы будем первыми, это прекрасно. Я считаю, что слабые места есть везде. В любой технологии слабые места. Например, если упадет метеорит, человечество погибнет. Ну, как бы, что ж, не жить теперь, да? Да и вообще все мы смертны. Ну, это же не значит, что не нужно жить. Болезни существуют неизлечимые, но это же не значит, что медицина не развивается. Правильно? Также и здесь. Есть еще возражение, что квантовый компьютер расшифрует вашу, так сказать, систему шифрования. Да, есть такая проблема, но она тоже, так сказать, за скобками технологии. В рамках скобок технологии все в порядке. Если существует хакер, который на данный момент способен взломать систему шифрования публичного ключа, публичного блокчейна, тогда ему проще пойти взломать кошельки биткоина и оттуда достать деньги, которые там в публичном виде хранятся. Зачем ему ломать наши файловые хранилища или базу данных, чтобы получить документы, которые могут и не представлять никакой коммерческой тайны совсем, потому что непонятно, что там коммерческая тайна, что там некоммерческая и так далее. А биткоин, совершенно очевидно, вот он лежит, вот его количество, и он, какой ни крути, но представляет из себя какую-то материальную цену. И в этом смысле я тоже спокойно отношусь. Давайте смотреть по существу. БФТ-устойчивость гарантирована, публичность гарантирована, стейк, спорный вопрос, почему такая сумма, но он гарантирует, что не будет резких, так сказать, перепадов в сети, когда кто-то начинает непонятным образом развлекаться или намеренно вредить. Так как это платно, то гарантировано 24 на 7, несмотря на то, что это компьютеры частных лиц. В случае с торрентом это не гарантированная раздача, в случае с нами гарантированная, потому что люди заинтересованы получать деньги. Так как это шардинг, то есть это распределенное хранение, то если кто-то ушел с раздачи, другие его подхватывают, если ушло там некоторое количество, то мастерноды, ну не мастерноды там у нас по-другому называется, назначают дополнительные ноды, которые получают еще копию и так далее. И в этом смысле устойчивость, насколько она возможна в децентрализованных сетях, гарантирована. Скорость гарантирована за счет использования в ядре Кассандры, довольно-таки быстрой базы данных. И это тоже важно, потому что никто не будет ждать, пока в децентрализованной сети кто-то медленно получит информацию. В случае с базой данных это секунды, а то и миллисекунды на получение того или иного ответа. Вот эти все вещи, они есть. А какие-то нюансы, ну, да, можем ответить на вопрос. Технология молодая, да, тут есть нюансы, но они в любом случае есть, да, вот там корабли на Марс запускают, что там нет нюансов, есть, просто мы, может быть, их не видим, так как мы другими вещами занимаемся. Если человек становится фармером, а если какое-то у него ограничение, ну, какой объем он может предоставлять в аренду? Ну, может, какой хочет. Мы рекомендуем не меньше 500 гигабайт. Если вы посмотрите на стоимость такого компьютера, то компьютер с 500 гигабайтным жестким диском стоит в районе 12-15 тысяч рублей. То есть это совсем небольшие инвестиции. Но вы можете использовать любой компьютер, просто чем компьютер хуже, чем качество работает. Нет, ограничения, я имею в виду, максимальные, минимальные. С минимальным поняли, да. С максимальным. Ну, здесь, наверное, лучше Дима пусть покомментирует по техническим вопросам. Дима. И есть ли еще зависимость? То есть, получается, человек так прикидывает, я могу пойти в магазин, набрать там терабайтных, допустим, дисков, будет ли его доход, ну, доход пропорционально увеличиваться объему? Разумеется, будет. Потому что чем больше он хранит, тем больше он заработает. Это по аналогии со сдачей квартиры. Если вы сдали маленькую однушку не в центре, вы получили одну сумму. Если вы сдали там, ну, даже дело не в центре, да, значит, это по районам неважно. Если вы сдали квартиру маленькой площади, одна цена, если вы сдали огромную квартиру, просто другая цена, просто за счет того, что больше возможностей. Дим, ты на связи? Да, я на связи. Прокомментируй на предмет КП сети диска и какие возможности технические. Ну, КП сети диска от 500 гигабайт уже можно начинать вполне. А это я сказал, вопрос Андрей был про максимальные возможности. А, про максимальные возможности. Да, все правильно Саша говорит. Чем больше объем на диске, тем, соответственно, больше будешь зарабатывать. Ну, то есть, вы можете инвестировать в маленький-маленький ноутбук, утрирован. Понятно, что это не очень хороший вариант. А можете купить нормальную стойку виртуального какого-нибудь хостинга или поставить огромное просто сетевое оборудование серьезное на миллионы долларов. Такая разница. Да, надо просто понимать, что вам выгоднее. Потому что, если у вас уже есть компьютер со свободным местом, то у вас практически нулевые затраты изначально. А если вам требуется для этого покупать серьезную там систему хранилищ в дата-центре, да, это совсем другой вопрос. У вас, соответственно, просто будет больше затрат, и, возможно, от этого прибыль будет меньше. Разумеется, вы зарабатывать будете больше, да. А прибыль может получиться меньше из-за того, что у вас большие затраты. Идеально это, на самом деле, для людей, которые, у которых уже есть свободные там дисковые мощности, ну, которые, разумеется, могут постоянно держать компьютер в ключах. Или вы юрлицо. Мы юрлицом предлагаем кейс. Вы освобождаете свои серверы от текущего контента, ну, чтобы он не был централизованным, да, и распределяете по нашей сети. Что делать с серверами? Присоединяйтесь к нашей сети и получаете деньги за хранение от других участников. Да, это вообще идеально, работать с сетью на правах, как это называется, peer-to-peer exchange. Да, дополнительный вопрос. Вот мы говорим, что жесткий диск должен быть не меньше там 500 гигов, но это должно быть свободное место, потому что на компьютере, на ноутбуке, может быть, часть уже занята, да, то есть это или именно свободное должно быть. Я говорю именно про свободное. Это наша рекомендация. На самом деле, можно и 100 гигабайт дать, ну, понимаете, да, что просто чем меньше у вас пространства, тем меньше вы заработаете, потому что есть оплата за хранение, есть оплата за чтение и внесение изменений. Это три разных типа оплаты. Соответственно, если вы положили мало, то и читают немного, то вы мало заработаете. Если вы положили много, то пропорционально и читают. Много, просто по закону больших чисел. Следующий вопрос. Ведь, я так понимаю, ваша целевая аудитория, это именно бизнесы, которые заинтересованы хранить свои базы данных вот таким образом, защищенным образом. Предположим, что количество фармеров у вас значительно увеличилось, то есть свободного места на жестких дисках полно, но недостаточно клиентов. То есть ведь кто-то должен оплачивать, так сказать, это место на жестком диске. Правильно? То есть вот. Не получится ли так, что количество фармеров будет намного превышать количество ваших клиентов? Не получится по той причине, что сеть растет пропорционально спросу. Так как все-таки существует некий входной билет, это не бесплатно попробовать. Вот у сторжа был такой период, когда они бесплатно давали попробовать. Ну, сейчас не будем комментировать их бизнес-модель, просто суть, да, что там расплодилось фармеров огромное число, но при этом никто не хотел хранить. Другое дело, что сторж пошел не по тому пути, он там предлагал физлицам хранить, что-то типа конкурента дропоксу хотел сделать, ну и разумеется, физлица подумали, из какой стати они будут хранить что-то платное, когда можно хранить бесплатно. Но это отдельный разговор. Мы исходим из простых соображений, что пока сеть маленькая, приходит мало фармеров, и они используют не очень мощное оборудование. Это нормально, потому что люди не хотят инвестировать много, так как большие риски. По мере того, как юрлица подключаются к сети и начинается увеличение нагрузки, соответственно, сеть растет также по той же аналогии, что и сеть биткоина. Она начинает расти потихоньку, то есть она растет и количественно, и качественно, то есть и количество фармеров увеличивается, и место на жестких дисках увеличивается, ну и, соответственно, мощность этих компьютеров, этих серверов, она также возрастает. Поэтому я не вижу большой проблемы, ведь это обычная рыночная ситуация. Представьте себе, что там, я не знаю, на улице 20 аптек. Я когда-то занимался аптечным бизнесом, да, и я точно знал, что у меня там одна из аптек, которой я владею, есть еще 2-3 конкурента, вот в некой, так сказать, я понимал трафик, то есть я понимаю, что ко мне гарантированно приходят такие-то люди, потому что они там живут в соседнем доме, еще есть вот такие-то, такие-то ребята залетные и так далее, и так далее. Как только фармер поймет, что ему это не нужно, он просто выйдет из бизнеса. То есть, ну, все очень просто, да. Я не думаю, что люди будут просто так инвестировать некоторую сумму, да, для того, чтобы попробовать. Скорее всего, они будут смотреть, что происходит на рынке. Часть информации, мы, разумеется, делаем публичной, так как это все-таки блокчейн используется, да, то совершенно очевидно, что мощность сети публична, заполняемость жестких дисков, ну, тоже публичная информация. То есть, можно посмотреть, на каком уровне сеть сейчас находится, чтобы оценить, а стоит входить или нет. Ну, разумеется, да, частично диспропорция возможна. Кстати, и в другую сторону тоже. То есть, может быть, ситуация, при которой либо количество юрлиц увеличивается, либо и совокупная мощность хранимая, там, запросов от юрлиц тоже увеличивается. На этот случай у нас есть план В, мы просто добавляем свои мощности. Это некоторым образом чуть-чуть уменьшает децентрализацию на старте. Но это, знаете, как ребенок, то есть, вот он еще маленький, ему нужно немножко помогать. Потом, когда он уже встал на ноги, его отпускают, и он живет без родителей. Здесь примерно такая же ситуация. То есть, если мы поймем, что сеть не выдерживает за счет того, что фармеров мало, ну, а мы же не можем заставить фармеров прийти, да, это добровольная штука. Но фармеры не хотят, например. Или, например, фармеры не верят и хотят посмотреть, что будет. А тут вдруг неожиданно мощность увеличилась. В этом случае мы добавим своих нод. Как только сеть увеличится пропорционально, мы либо уберем ноды, либо оставим их как часть сети. А если в обратку, то все просто, да, человек пришел, увидел, что ему не нравится, вышел. Ну, как только так. Вот в интервью с Радковичем прозвучала такая цифра, что, ну, когда я спросил, на какой примерно доход фармер может рассчитывать, там прозвучала цифра 400 долларов. То есть, означает ли это, что если, например, человек сдает 500 гигабайт свободного места и зарабатывает 400, если он будет сдавать терабайт, он будет зарабатывать 800? Это не линейная формула. Это не линейная, да? Ну, как вы можете, знаете, как иногда вызываешь какое-нибудь дешевое такси, а приезжает дорогое. Это просто потому, что у дорогого сейчас нет заказа. То есть, человек может инвестировать крупную сумму денег, но при этом получать 3 копейки. Это абсолютно нормально, потому что, несмотря на то, что его нода очень мощная, она готова принять на борт тысячи и тысячи юрлиц, а пока им пользуется 10. Поэтому, наша рекомендация очень простая. мы рекомендуем 500-гигабайтный жесткий диск, потому что мы знаем, что компьютер с таким жестким диском стоит недорого. Но мы не говорим, ребята, покупайте железо только у нас, да? Или там что-то еще. Ни в коем случае. Вы можете использовать самый простой компьютер, чтобы попробовать. Если вы увидите, что это растет, что вам не хватает, ну, как вот, знаете, видеоблогинг. Сначала человек использует простой микрофончик, дешевый, а когда он раскрутился, он уже покупает дорогой профессиональный оборудователь, да? Там софиты какие-то. Здесь такая же логика. Человек инвестирует сначала теми ресурсами, какие у него есть под рукой. Это нормально. И сеть потихоньку растет. Если сети что-то не хватает, мы добавим. Насчет 400 долларов, ну, это оценочное значение, да? То есть, мы исходим из простых соображений, что фармер зарабатывает в первые месяцы в районе нескольких сотен долларов. Там от условно 150 до условно 400. Но это не значит, что если вы неожиданно поставите жесткий диск в два раза, то вы начнете зарабатывать 800. Если бы все было так просто, то, наверное, это был бы, ну, какой-то, не знаю, нефтяная скважина, да? Чем больше роешь, тем сильнее она, так сказать, брызгает. То есть, это, к сожалению, не нефтяная скважина, это работа. Тяжелая, механическая, линейная. Нужно людей убеждать, нужно людям продавать, мы этим занимаемся, нужно людям объяснять, что это безопасно, и тогда бизнесы потихоньку, потихоньку пересаживаются. То есть, мы исходим из соображения, что сначала там условных 100 нот будет, а чуть попозже нот будут тысячи, и это абсолютно нормально. Потому что пока мы маленькие, нам не нужны тысячи нот. Но если их придет тысяча, ради бога, просто часть отвалится. И она отвалится естественным образом. Не потому, что мы такие злые, да, и плохие, а потому, что мы чудес не бываем. Это нормальный, обычный бизнес, да, он основан на инновационной технологии, но с точки зрения продаж, это, грубо говоря, вот вам нужно свой сайт разместить на каком-то сервере, да, или там какую-то базу данных, номеров, телефонов клиентов. Вы можете разместить централизованно, но есть риски. А можете пойти к нам. Ну, соответственно, пока вы там к нам придете, пока разместите, это какое-то время на это идет. То есть, иллюзией не должно быть, что вот так вдруг неожиданно все станут зарабатывать. Это нормальный, простой, понятный бизнес. Просто мы даем инновационное решение, которое способно улучшить этот бизнес. То есть, это некое уникальное торговое предложение для всех тех ребят, которые сейчас хранятся в интервью. Допустим, есть возможность не устанавливать физически, да, жесткие диски у себя дома, а арендовать виртуальный сервер. Да. Можно ли так делать? Абсолютно можно. Ну, если у Димы сейчас есть возможность дополнить, дополни, пожалуйста, Дим, на предмет аренды виртуальных. Аренды виртуальных серверов? Ну, имеется в виду, что можно на своем компе домашним фармингом заниматься, а можно арендовать какую-нибудь стойку в хостинг-провайдере или виртуальной. А вот расскажи про это. На самом деле даже лучше арендовать, просто потому, что это будет гораздо более быстрая связь с интернетом. Просто это дороже. То есть, вы должны будете частью выручки поделиться с... Понимаете, да? Интересный кейс, Но намного удобнее, потому что не будешь париться с электричеством, с шумящим оборудованием. Абсолютно. Более того, когда вы уходите из дома, оно может там загореться, то есть это просто элементарная техника безопасности, что уходя из дома, выключаете электроприборы. А если у вас что-то постоянно работает, то это на ваш страх и риск, что что-то может случиться. Конечно. Вне сомнения. Просто мы исходим из каких соображений? Мы не можем настаивать на такого рода схеме. Мы говорим, смотрите, ребят, вот не нужно думать, что мы вас сейчас выдавливаем в схему, что вы должны сейчас вот это купить, вот это вот сюда прийти, иначе нас обвинят в предвзятости. Это плохо. Мы говорим, ребят, есть рекомендации, но можете использовать их хуже, просто качество будет хуже. Это не требование, ни в коем случае. Мы вам рекомендуем поначалу инвестировать тот минимум, который вам не страшно потерять. Если у вас домашний комп, попробуйте на нем, включайте его только когда вы рядом. Я не знаю, оставляйте на ночь, пока вы там рядом. Если вы работаете, дома используйте. Если вы уходите, ну выключайте. Да, в это время вы зарабатывать не будете, но зато вы и бояться не будете. А когда вы поймете, что это работает, и что вот это вот неудобно, включай и выключай, тогда вы просто можете некоторую сумму небольшую инвестировать в то, чтобы это профессионально уже работало и так далее. Разница только в том, что так как это нода децентрализованной сети, то в некоторых странах власти могут пытаться ее забанить. Вот саму физическую ноду могут забанить. То есть, что если нода у вас где-то находится на вашей квартире, то попробуй за каждым побегай. А если представьте, что фармеры будут там по сути централизованно хранить все эти ноды там в каком-то хост-провайдере. Ну, это значит, что их можно одним ударом отсечь там треть нод сети. Я утрирую, но сам факт. Положим в том же Amazon Cloud. Мы с ним хотим конкурировать по тарифам. Представьте, что в этом Amazon Cloud вместо линейного хранения виртуальных серверов хранятся ноды нашей сети виртуальной, в которых лежат эти серверы. Вот все то же самое, только с той разницей, что не Amazon Cloud отвечает за сохранность конечного продукта, а он отвечает за сохранность вот этих зашифрованных капсул, в которых лежит контент. Чисто теоретически он может одной кнопкой все эти капсулы выкинуть. То есть, это просто некоторая централизация, которая на выбор фармера. То есть, этот риск мы честно обозначаем. Мы говорим, ребят, вы можете попасть вот в такую штуку, но если хотите, без проблем. То есть, два минуса. Первая часть выручки придется отдать этим хостам. Второе, хост вас некоторым образом ограничит. Если вас это не смущает, без проблем. Но если вас это смущает, тогда инвестируйте в какой-нибудь облачный майнинг. То есть, можете стойку поставить не в хостинг-провайдере, а в какой-нибудь там складе, где просто будут следить, чтобы она там охлаждалась, ну, имеется в виду, чтобы она там в нормальном состоянии была. Это же тоже вариант, по сути. Вам же для этого нужен только интернет и электричество фактически. То есть, вам не нужно там какие-то особые условия и так далее. Настраивать факты и прочее. Вот это тоже изменит. Просто я к чему? Потому что на старте, мы просто столкнулись уже с этой ситуацией, на старте еще многие люди не готовы или там не понимают, они там начнут инвестировать, положим, в хранение, в хостинг-провайдере. Зарабатывать они будут меньше, они будут волноваться, что я деньги трачу. Поэтому самый правильный вариант это вначале тратить по минимуму, и чтобы вся выручка была максимально вашей, чтобы ваши затраты были минимальны, чтобы чистая прибыль была высокая. А дальше уже можно играть в разные игры, начиная с облачного хостинга и заканчивая построением своих там дата-центр. Сумма залога при росте объема увеличивается или это всегда прибыль? В долларах увеличивается, да, именно так. То есть эта сумма на данный момент 12 тысяч монет. И это нормально, потому что чем мощнее сеть, тем выше риски, что человек что-то сделает с сетью. Поэтому сумма, это то же самое, что оборудование для майнинга. То есть когда биткоин вырос и эфириум вырос, оборудование для майнинга резко стало стоить дороже. Примерно такая же логика. Но и в обратную тоже работает. То есть в случае проседания курса сумма входа в, так сказать, фарминг, она резко удешевляется. Эти риски тоже мы принимаем. Нужно принимать. Алексей, есть еще вопросы? Да, есть. Еще много вопросов есть. Пожалуйста. Тут один уже практически осветили, то что если, допустим, есть некоторый человек, который там вредитель, хакер какой-нибудь, который узнал, как навредить, и получается, что если он знает точно, как это сделать, то получается, ему для своего злодействия потребуется всего 3000 долларов, чтобы это сделать. А в отношении тех данных, допустим, там же люди, которые хранят, будут хранить эти данные не просто так, какой-нибудь сайт одностраничный, а что-то будет серьезно храниться. Соответственно, ущерб будет более серьезный не в сравнении с этими 3000 долларов. То есть, как... Ну, на самом деле, не совсем так, потому что копии хранятся раздельные. Да, давай. Значит, вы сейчас предлагаете сделать следующим образом. Хакер платит 3000 долларов, покупает, группа Глориан, ноту, она полностью там наполняется, он даже успевает немножечко заработать, а потом ее что, берет и стирает сюда? Вот это было... Не обязательно стирает. Ну, вирус там какой-нибудь... Полностью вирус. Ну, в общем, портит свою моду. Портит данные клиентов. Вот смотри. Портит данные клиентов. Да-да-да. Что будет? Испортить данные клиентов нельзя просто потому, что они подписаны клиентами и, соответственно, любая другая нода заметит, что они неправильные. То есть, фактически, это означает то же самое, как если бы этот хакер просто выключил свой компьютер. Она просто, грубо говоря, не будет учитываться. И все данные будут получаться с других репок, ну, с других нот. Вот. А этот хакер при этом, ну, то есть, грубо говоря, он не сможет никому повредить, но при этом он понесет убытки. У него за такое плохое поведение будет там сожжена часть депозита, он будет забанен, он не сможет там больше зарабатывать. Ну, грубо говоря, он просто сольет свои 3000 долларов в унитаз и ничего сделать не сможет. просто потому что данные испортив на своей машине, он не сможет их испортить на других нотах. Вот и все. И данные клиент получит с других нот без проблем. Система просто изначально построена так, чтобы защищаться от подобных случаев. Ну, это понятно. То есть, если... Грубо говоря, пытаясь что-то сломать на своей ноде, ты вредишь только самому себе. То есть, если теоретически вот это сломать ничего нельзя, да, только там в случае каких-то форс-мажоров, то получается и гарантийный платеж он тогда, что он защищает? Если человек понимает, что это блокчейн и там сломать ничего нельзя, ну, то есть, обычно... Гарантийный платеж защищает от безответственности. То есть, если человек там, я не знаю, вошел в сеть, и держит компьютер постоянно выключенный. Ну, что это такое? Люди на него рассчитывают, а он держит постоянно выключенный. Это вот для этого делается. На самом деле, вероятность списывания депозитов она достаточно мала. То есть, она будет, может быть совершена только в случае, если действительно не просто нода выключена, да, он пытается там портить данные или там каждый раз пытается каким-то образом воздействовать на другие сервера. Тогда может быть. Свою ноду бесполезно ломать, только себе хуже сделаешь. Вот смотрите, следующее. По сравнению с другими сервисами, да, распределённого хранения, такими как Store, все, вернёмся, у них цена для конечного клиента, да, для тех, кто покупает место, она получается там на порядке ниже, чем в Oasis. Правильно? То есть, я не помню цифры, но порядок там в районе от 1 до 10 долларов в месяц. Откровенно говоря, все эти Store, все, вот мы были на конференции в Берлине, и там эти ребята даже толком не объяснили, а когда же они запустятся, и если у них коммерческие кейсы, все из области, ну вот мы экспериментируем, вот мы пробуем, вот мы выпускаем, там кто-то даже бесплатно хранит, кто-то не считает нужным депозитом обеспечивать, там в общем бардак на рынке, поэтому вы спрашиваете, почему так дорого? Ну, по сути, да, по сути, другими, те же, все просто, на гугле, на Амазоне, на Друбоксе можно, смотрите, нельзя, если вы откроете Амазон веб-сервис, веб-сервер, да, вы увидите, что наши цены практически на 100% сопоставимы с ними, мы даже чуть дешевле поставили, на самом деле, мы очень просто взяли, вот смотрите, как мы сделали, мы взяли амазоновские цены, можете легко их сравнить, потому что они публично, их, вычли из них 10%, то есть мы так символически просто привязались к Амазону, по сути, и мы исходим из соображений, что бизнес, который хочет платить дешевле, он просто становится частью сети, то есть бизнес, выкидывая свой контент со своих серверов, условно говоря, да, у него освобождается железка, мы ему говорим, слушай, а ты железку-то свою не выкидывай, не продавай, а просто добавь ее к нам, и мы компенсируем часть затрат просто за счет того, что ты будешь тоже частью сети, то есть это такое, знаете, два в одном, с одной стороны мы увеличиваем мощность сети, а с другой стороны мы даем бизнесу возможность чуть подешевле зарабатывать, почему мы дешевле, чем в Торчсе, ну это вопрос философский, во-первых, потому что мы база данных, а не файловое хранилище, ну совершенно разные кейсы, это все равно, что, ну там, я не знаю, проезд на автобусе и билет на самолет, ну он явно дороже, да, ну просто по-другому, транспорт другой, не, на автобусе тоже можно доехать из России куда-нибудь в Испанию, можно, можно просто будете ехать долго, а на самолете там два-три часа и прилетим, здесь примерно такая же логика, да, это дороже, даем возможность зарабатывать в ответку деньги, чего никто не дает другой из централизованных серверов, а конкурируем мы не с Я ни в коем случае, и не за сторожем ни в коем случае, а мы конкурируем с централизованными базами данных, и с централизованными базами данных мы конкурируем по принципу, мы взяли тарифы Амазона и чуть-чуть сделали дешевле, вот так. Ну понятно, а насколько целесообразна цена, то есть если человек хочет, ну если он там, не знаю, пентагон собственный. Нет, нет, смотрите, вопрос цены, это вопрос рынка, да, почему Амазону такие цены, они что, офигели что ли, почему они не делают 10 долларов в месяц, аналит, ну все очень просто, потому что они исходят, они хотят ту аудиторию, которая массово хранит, представьте, что вы будете за 10 долларов обрабатывать сотни миллионов запросов в сутки, ну как вообще с мощностью-то совладать, мы исходим из соображения, что мы хотим отъесть, мы не собираемся там как-то новые киллеры Амазона делать или Гугла, это полный бред, нам нужна доля рынка этих ребят, то есть если мы у них отъедим утрированно 5 процентов рынка, то это уже сотни миллионов долларов, посмотрите там на объем рынка вообще, это по-моему 20 миллиардов что ли в год, даже больше, сейчас объем рынка облачного хранения, и он там удваивается чуть ли не каждый год, вот, соответственно, мы, если мы отъедим 5 процентов от этих ребят, нам этого вполне достаточно, то есть цены очень простые, потому что мы хотим, чтобы вот эти вот ребята, которые хранят у них, хранили у нас, это нормально, потому что эти ребята дают мощность, а эту мощность, эта мощность чего-то стоит, а если мы поставим 3 копейки, то что же наши фармеры заработают, которые 3 тысячи долларов его депозит кладут, ну сами посмотрите, ничего не заработают, они скажут, это конечно все прекрасно, но мне приходит, значит, лимитированные 10 баксов в месяц, и что я, а жесткий диск заполняется за 5 минут, и что я с ними буду делать, мне что, инвестировать 100 тысяч долларов, значит, в огромный диск, ну просто неразумно, поэтому я понимаю, что, вот смотрите, помните, вы вначале сказали, а как же так, я даже не поверил, что ваш жесткий диск, что-то какие-то деньги может заработать, ну да, может, по той простой причине, что цены-то на рыночные, цены-то рыночные, мы не конкурируем по цене, мы конкурируем по сервису, но для того, чтобы быть конкурентными, посмотрите, можно демпинговать, это самый простой, линейный способ конкурирования, типа, что тут, Amazon там дорого, да давайте там на 50% сделаем дешевле, и все к нам придут, не придут, не придут к нам, потому что дело не в деньгах, вот для этих ребят важно качество, а не деньги, поэтому мы цены ставим такими же и конкурируем технологически, мы конкурируем тем, что мы децентрализованы, кто-то не поверит, вот значит, он не наш клиент, кто-то не захочет, значит, он не наш клиент, и мы конкурируем за счет того, что мы даем возможность фармерам, юрлицам быть фармерами, то, что если вы хотите компенсировать затраты, станьте частью сети, и это эффект синергии, с одной стороны он дает мощность, и сеть становится быстрее, мощнее, с другой стороны он зарабатывает какую-то, я не говорю, что там все компенсируют, но даже если он 20% затрат компенсирует, уже приятно. Ну я понял, это вопрос более, наверное, не технический, а коммерческий. Вопрос цены, это вопрос рынка, но если на рынке так покупают, зачем мне дебминговать, ну сами послушайте, вот зачем? Ясно, ясно. Значит, тогда следующий вопрос, если вы говорили, точнее, Дмитрий Тарткович говорил, что есть уже 100 держателей ноды, которые уже пользуются, то есть он говорил это там, на той трансляции, он имел ввиду майнеров нашего блокчейна, у нас есть свой блокчейн, фармеры, фармеры есть. Не, 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 фармеров 100 нет еще, это ошибка, либо он что-то неправильно трансферовал, то есть их вообще нет, их не вообще нет, их вообще нет, есть некоторое количество фармеров сейчас, которые инвестировали деньги уже непосредственно в ноды оазиса, но их меньше 100, но это на самом деле не важно на старте. Так, хорошо, ну они есть, они есть, количество не разглашается, но это некоторое коммерческое. Вопрос, тогда есть уже и, получается, и клиенты, которые хранят свои данные. Нет, клиентов пока нет, нет клиентов, и смотрите, все очень просто. Дело в том, что проект пока не запущен, мы привлекаем инвестиции дополнительно, для того, чтобы его быстрее запустить, потому что базы данных, децентрализованной, пока нет. если бы она была, то мы бы здесь с вами не разговаривали, вы бы просто ее подключили себе и посмотрели, как это работает. Вы можете это сделать, подключив демо стенд. Посмотрите, что из себя представляет демо стенд. Это три ноды, их может быть больше. Пожалуйста, вот вы программист, с удовольствием, там есть инструкция, поднимите свою ноду в нашей сети, убедитесь, что все это работает. Три ноды, набор ключей, можете сгенерить свой ключ. Ну, мы даем ключи для тех, кто, так сказать, не умеет этого делать, но если вы можете сгенерить свой эфириум ключ, без проблем легко можете подписать своим ключом. И мы демонстрируем в режиме реального времени. То есть мы написали такой клиент, который фактически является аппликейшн для использования, ну, который напрямую смотрит в серверы нашей базы данных. И он может позволять загружать контент, скачивать контент, просматривать контент, там всякие фото, видео можно загружать, удалять, просматривать текстовые файлы, PDF-ы, добавлять метатеги, искать по метатегам, добавлять текстовые файлы, искать как по метатегам, так и по содержимому файлов. То есть он демонстрирует децентрализованную базу данных. Но пока единственное, чего там нет, это нет функции оплаты криптовалюты. То есть это как бы, ну, бесплатно получается. Но как демо-стенд это работает. Но коммерческой эксплуатации пока нет. То есть все очень просто. Это наши инвесторы, которые инвестировали деньги в ноду, и они просто там на какое-то время захолдировали деньги с тем, чтобы когда начнется работа непосредственно сети, чтобы они начали заработать. Пока эта сеть не работает. Это просто для тестов, да? То есть тех корпоративных клиентов пока нет. Мы сейчас начинаем подключать. У нас есть очень мощная международная команда. Часть людей в Лондоне, часть в Нью-Йорке. Мы с американского рынка и с английского начинаем подключать уже дапсы, то есть проекты, которые будут с нами пилотировать базу данных. У нас еще есть подветка. Это файловое хранилище, но по сути конкурент Сторджу и Сиакоина. Но так как это не инновация никакая, ничего, это просто такая часть сети. Просто смотрите, все просто. Мы изначально из каких соображений сходили? Ну окей, база данных. А файл это где хранить? Вот видеофайл человек захочет закачать куда? Может закачать куда-нибудь в Стордж, да? Это значит там платить одной монетой, нам платить другой монетой. Может какой-нибудь файл Коин использовать или какие-нибудь другие хранилища. Это тот же YouTube, да, утрировано, да? Но это значит, что файл лежит все равно в третьем каком-то месте. И мы подумали, вот чисто эволюционно, то есть у нас не стояла такая задача, чисто эволюционно, что неплохо бы свое файловое хранилище сделать просто для базы данных. То есть оно самоцелью не является. А потом мы подумали, ну пока базы данных нет, а файловое хранилище-то есть, что бы нам его не запустить как отдельный продукт. Просто потихоньку будем наращивать аудиторию, а потом, когда база данных появится, просто добавим и файловое хранилище как продукт, а файловое хранилище еще и выступает как функция для хранения больших файлов. Ну, в базу данных то большие файлы закачиваться не будут по-любому. Они будут в файловом хранилище лежать. Вот, поэтому база данных в демо, а файловое хранилище, ну да, мы его запускаем буквально в течение ближайших двух месяцев, но мы, видите, о нем даже не говорим, потому что это абсолютно не инновация, это по сути то же самое, что с торч всякого. Просто наш. Понятно. Вот, тогда, значит, следующий вопрос. Как, кем будет устанавливаться цена на токен? Вот сейчас я видел там на сайте, там 25 центов. Рынком. И первичную стоимость устанавливаем мы. Это будет делаться руководством компании? Это будет внутренняя биржа, либо будет это листинг на внешних биржах? Это абсолютно чистой воды паблик листинг на внешних биржах. На внешних биржах. Да. И рынок устанавливает цену. Если цена пойдет вверх, соответственно, стоимость депозита она увеличивается, стоимость заработка увеличивается, но количество монет, которые получает фармер, уменьшается. Почему? Потому что мы снимаем риски волатильности курсов для бизнесов и для фармеров. Вы понимаете, да? Что если монета резко упадет, что фармер будет зарабатывать 10 долларов в месяц, да? А если монета резко вырастет, что бизнес будет платить не 500 долларов за хранение, а 10 тысяч долларов. Он скажет, ребята, вы что, с ума сошли, что ли? Я тогда лучше в Амазон пойду. Вот эти риски мы снимаем. То есть мы, ну, при помощи инструмента газ, да, при помощи инструмента перераспределения монет, мы автоматически назначаем выплаты в зависимости от рыночного курса монет. То есть если курс скакнул в два раза, то фармер получает в два раза меньше монет и бизнес должен закупить по цене в два раза больше, в два раза меньше монет. То есть для бизнеса цена не меняется. Почему? Потому что мы конкурируем по ценам с централизованными хостингами. Они цену не меняют. И поэтому мы тоже цену не меняем. То есть несмотря на то, что курс волателен для инвесторов, которые, ну, там, для спекулянтов, которые хотят купить монету, чтобы ее подержать, но для тех, кто хочет купить монету, чтобы ее использовать, для них курс всегда стабилен. И это тоже хорошо, потому что, смотрите, фармер, ему вообще все равно, по какому курсу она сейчас продается. Вот он получил монеты, если он их сразу перевыставляет, то в следующем цикле он получает ту же сумму. А если он хочет поиграть в инвестора, и он их оставляет, тогда мы его предупреждаем, что обращаем ваше внимание, что вы на себя берете риски волатильности. Мы с себя риски волатильности снимаем. Мы рекомендуем фармерам мгновенно избавиться от монеты. Если фармер этого не сделает, то в этом случае, условно, там через месяц цена может быть другой, и вы просто либо заработаете, либо, что хуже, потеряете деньги. Мы этого не хотим. Поэтому, несмотря на то, что, да, можно было бы стейблкоин ввести, вне сомнения, но в этом нет никакого смысла. Потому что стейблкоин, по логике любого стейблкоина, должен быть обеспечен некоторым количеством фиатных денег на соответствующих банковских счетах. Это совершенно другой продукт. А у нас монета является чистым utility токеном. Это способ взаиморасчета за что-то. Она покупается, например, условно, за биткоины для тех бизнесов, которые не хотят заниматься вот этой вот, значит, купи биткоин или тезер, пойди, значит, на биржу, что-то там приобрети. Мы предоставляем услуги просто конвертации с фиата в крипту. То есть мы через свое европейское лицо говорим, ребят, никаких проблем. Вот договор официально. Вы хотите закупить там, условно, на такую-то сумму монет. Вы нам перечисляете деньги в фиатных деньгах, в европейских юрисдикциях, например, в Лихтенштейне. Такие услуги абсолютно законны или, и самое главное, освобождены от НДС. То есть мы не предоставляем услугу. Это чистая операция мены. То есть мы за нее можем брать маленький процентик, но совсем маленький. И за это, и с него платить налоги, разумеется. Но вот основное тело, так сказать, там 99% денег, которые ему взяли, чтобы закупить монеты для юрлица и чтобы ему же положить на спортконтракт. Эти деньги освобождаются от НДСа. Такую услугу мы собираемся предоставлять для тех бизнесов, которые не хотят связываться вот с этим вот купил, что-то там залил, не хотят разбираться и так далее. Большинство же бизнесов, которые понимают, что там обход блокировок или какие-то там интересные вещи, связанные с децентрализованным хранением каких-то важных документов и так далее, они там, они даже светиться не будут. Они сами прекрасно понимают, как купить крипту, как ее залить на спортконтракт и так далее. То есть тут KYC, они проходят на биржах. Биржи заставляют проходить KYC. Это не я придумал. В нашем случае KYC проходят только инвесторы наши. Ну, потому что это нормально, мы должны объяснить происхождение денег. Никакие наши партнеры KYC не проходят. Почему? Ну, открыто API. Вы проходите KYC, когда там в Гугле или в Фейсбуке регистрируетесь? Нет, так же и здесь. То есть просто зарегистрировался в системе, получил свой идентификатор, к этому идентификатору привязал кошелек, залил деньги на смарт-контракт и все. И начинается пользование сервисом. Через открытое API заливаешь контент в децентрализованную базу данных. Либо для тех компаний, которые не хотят интегрироваться с нами, мы даем набор бесплатных инструментов. Например, мы сделаем CMS, которая позволит быстрее переезжать с сайтом на нашу базу данных. Потому что, знаете, централизованный сайт за 3 секунды в децентрализованную сеть не перенесет. Меняется полностью вся архитектура, методология и так далее. Поэтому мы даем такой инструмент. Мы даем инструмент, своя доменная зона. Зачем это надо? Ну, как onion, просто как свойство сети. Это нужно для того, чтобы те, кто хочет обойти блокировки, чтобы они не бесконечно прыгали с домена на домен, а чтобы они потихоньку приучали своих пользователей, что есть наша доменная зона. Разумеется, эта доменная зона не внешняя, она внутренняя. И, соответственно, чтобы на нее попасть, нужен либо наш специальный браузер. Ну, по сути, это сразу чуть попозже. Просто на хроме соберем свой браузер. Простой, обычный. Он не будет конкурировать ни в коем случае с другими браузерами. Чисто для того, чтобы можно было использовать наши внутренние домены без установки всяких плагинов на обычный браузер. Ну, либо плагин просто распространяем, ставишь в Chrome, в Safari, там, куда хочешь, и, соответственно, пользуешься. Это опция. Это набор дополнительных инструментов, чисто опциональная. Хотите, пользуйтесь, не хотите, не пользуйтесь, мы даем их бесплатно. Ну, доменная зона платная, разумеется. А эти самые, все остальные инструменты, они есть. Что-то вроде сети Тора, да? Что-то вроде сети Тора, или в Ethereum, я вот, Дима, сейчас напомнит, какое там расширение, ETH, что ли, точка ETH, какое-то есть расширение в сети Ethereum для дабсов, которые хотят IP-адрес заменить на красивое имя. EMS там расширение. EMS, вот-вот. Да, Ethereum Name Services. Такие штучки есть, вот эти вот, кстати, ребята, которые, Ethereum Swarm, это же как бы тоже, типа, конкурент сторжа, только на Ethereum. Они как раз вот в Берлине на конференции, они так и сделали. Они, типа, значит, swarm.ens, то есть, типа, ребята, смотрите, мы как бы используем внутренний домен Ethereum. Ну, так, понтанулись просто, что у них там не com, не net, а у них, кстати, swarm.ens. Больше ни для чего он не нужен. Потому что, ну, у нас нужен, у нас нужен для обхода блокировок. Потому что где-нибудь, представьте себе ситуацию, да, что вот у вас сайт, вас сразу заблокировали, вы перепрыгнули домен, вас два заблокировали, но это же отсекает целевую аудиторию. Пока она там разберется, куда вы переехали, а если кто-то не понимает, как разобраться, да, а так вы их приучаете, допустим, какой-нибудь онлайн казино. Вот, они делают огромное количество зеркал разных. И эти зеркала могут редереткить на наш домен. То есть, потихоньку приучать людей, что, ребята, есть там условно казино. там что-то, на наш доменную зону, да, что вот здесь не заблокируется. Здесь всегда доступен. Ну, при определенных условиях. А если хотите внешний, то без проблем. Ну, просто прыгайте там с ком на net, с net, на ru, с ru, на org и так далее, и так далее до бесконечности. Пока вас во всех доменных зонах не заблокируют, тогда вы уже останетесь только на net. Так это работает. Да, да. Ну, тогда у меня, наверное, последний вопрос, который вот в ходе дискуссии, значит, возник. Вот вы говорили, что в будущем цена на гарантийный депозит будет расти. Да. Так? Вот. В долларах. В долларах будет расти. Или падать, если монета просядет. То есть, мы не утверждаем, что она будет расти. Просто если монета вырастет, то и цена вырастет в долларах. А если монета упадет, то это нормально. Потому что, смотрите, если есть спрос, цена на недвижимость растут. А если спроса нет, цена на недвижимость падает. Но владелец квартиры говорит, я что-то не понял, я ее тут за фиксированную сумму купил. Ну и что? Ну, никто не готов снимать за эти деньги. Здесь такая же логика. То есть, она будет фиксирована в монетах, да? Она зафиксирована в монетах. Поэтому очень выгодно закупать на низких курсах для того, чтобы заходить в ноби. Ну, тогда, смотрите, если, ну, скажем так, такая ситуация, когда в начале, когда будет фармеров немного, да? То есть, есть риск того, есть риск, скажем так, зловреда. Ну, это так. Слишком простыми словами. Ну, вы же не думаете, что сразу хакеры подключатся. С ростом сети, ну, хакерам интересно всегда все новое. Интересно. Потому что могут быть дыры, может что-то. Это никаких проблем. Мы даже готовы, наверное, чуть попозже выплачивать вознаграждение за поиск дыр в сети. Ну, вот, значит, продолжим. То есть, с ростом сети, с ростом количества фармеров, с ростом количества узлов будет уменьшаться вероятность навредить этой сети. Правильно? То есть, чем больше узлов, тем больше распределений, тем меньше. Соответственно, может наступить такой момент, когда, в принципе, навредить вообще нельзя. Будет там миллион узлов и уже невозможно там 500 тысяч узлов никто создать уже не сможет, чтобы там треть сети обрушить, да, вот так говоря. Соответственно, будет логично сделать вход более доступным для других людей. Ну, я согласен. Не исключено, что мы потом чуть-чуть попозже уменьшим количество монет, нужных для депозита. Но смотрите, как мы делаем. Мы сначала, мы сидим и не хочем ничего там технически прокомментировать на предмет того, что там хакеры подключаться в начале. Значит, смотрите, я по экономике покомментирую. Мы когда посчитали финмодель, она, кстати, весьма непростая, мы полгода считали. Объясню почему. Дело в том, что нам нужно было соединить фиатную выручку с криптовыручкой и капитализацией за счет того, что у нас есть некоторое количество монет. То есть есть капитализация по монетам, которые крутятся на рынке, есть капитализация по монетам, которые в обращении у компаний. Вот все эти штуки довольно-таки тривиальные. Там интересно получилось, так пару-тройку интересных просто наблюдений. Например, если спрос растет по определенной формуле, то цена монеты в течение 5 лет, в течение 5 лет, на конец 5 года 15 тысяч долларов за монету. Ну, и мы такие думаем, тут полный грит получается. То есть, ну, просто монета потихоньку начинает расти за счет того, что, значит, спрос все время растет, ну, бизнесы подключаются, их там немного, но потихоньку они подключаются. Мы подумали, что это не абсолютно какая-то, а мы делали, значит, презентацию прежде всего для венчурных фондов для того, чтобы там подключить еще венчурный капитал, так как он нам нужен для работы на рынке США, например. Вот, значит, и мы решаем этот вопрос монетарным способом. То есть мы в течение 5 лет, да, с одной стороны, мы даем заработать инвесторам, которые вложились в монету. И это нормально, люди хотят, но мы не гарантируем, что вы там заработаете десятки тысяч процентов. И этого никто не гарантирует. Для того, чтобы вот такой диспропорции не было, потому что, знаете, если монета растет до такого уровня, то можно прикинуть, что депозит ноды будет полмиллиона долларов. То есть он отсекает там огромное количество людей, и, ну, он только корпорации могут вкладываться, и миллионеры, да, кто себе может позволить вынуть полмиллиона долларов из кармана. И для того, чтобы такой штуки не было, мы начинаем сжечь нашу денежную массу, то есть чисто монетарным способом регулировать курс. В принципе, это не страшно. Почему? Потому что денежная масса по нашей бизнес-модели, она не принадлежит фаундерам, она принадлежит юрлицу. То есть фаундеры добровольно отдают, на баланс кладут, добровольно отдают юрлицу монеты, юрлицу по ним отчитывается, и юрлицу начинает сжечь эти монеты. То есть оно начинает искусственно понижать курс, выкидывая на рынок новые монеты. Потому что иначе цена монеты резко возрастает. То есть таким образом мы спасаем фармеров от того, чтобы они... С одной стороны, мы добавляем ликвидности, потому что если ликвидности нет, то монета растет, фармер получает все меньше. То есть чем выше монета, тем меньше получает фармер. И может в какой-то момент произойти ситуация, что денег мало, и за счет того, что денег мало, она еще больше вырастает, потому что спрос в фиате все время добавляется. Ну он там может и проседать, конечно, но он потихоньку добавляется. Вот поэтому первые пять лет монеты. А дальше чуть попозже, но уже там за горизонтом 5 лет, я думаю, что если монета опять начнет неадекватно себя вести, мы просто уменьшим депозит. Это можно, это хорошая идея, правильно. Просто сейчас он такой, но это не значит, что он таким будет в будущем. То есть сделать сеть более демократичной, это абсолютно нормально, вы правы, что если людей много и вероятность нанести вред меньше, за счет того, что людей много, то вот эту вот цену входа нужно понизить, потому что и риски уменьшаются. Здесь я с вами согласен. Но я думаю, что это в горизонте где-то лет пяти, не раньше. В принципе, все понятно. У меня скажем, таких больше вопросов нет. Было приятно пообщаться в техническом плане, потому что это моя тема. И в будущем я, наверное, буду следить за... Подключайтесь к нашему комьюнити, это все бесплатно и можете следить... А вы имеете SolidarClub? Нет, не SolidarClub. Я имею ввиду, у нас есть свой телеграм-канал, там чат и так далее. Подключайтесь просто как член комьюнити, не как инвестор, а просто как человек, который следит за темой и которому интересно в этом плане. Да, да, да. Мне интересно. В принципе, блокчейн, технологии... Пожалуйста. У нас же все открыто, все публично. Вы можете легко подключиться и просто следить. Задавать вопросы, если интересно. Мы там тоже есть в этих сообществах, так что вы легко можете выйти с нами на связь. Мы ни от кого не скрываемся. Хорошо. Спасибо, что вышли на связь. ответили на каверзные вопросы. С удовольствием. Да, с удовольствием. Это на самом деле ценно, что есть возможность получить информацию с первых рук. И я думаю, что вопросы, которые мы сегодня задавали, будут еще возникать у многих и многих. Поэтому в данной записи, собственно, многие люди смогут уже получить ответы. Конечно. С удовольствием. Спасибо еще раз Александру, Дмитрию, что... Спасибо, Андрей. Спасибо, Алексей, что задавали очень интересные вопросы. И такая у нас, знаете, получилась, я считаю, жаркая, но очень-очень конструктивная и интересная дискуссия. Я вот люблю такие дискуссии, когда по делу и много интересных, необычных... Мы сами, понимаете, мы этим проектом занимаемся уже два года, семь месяцев. Без прерыва. Но мы, разумеется, ну, довольно-таки, я считаю, неплохие эксперты в своей тени. Но все равно всегда интересны дополнительные ракурсы, дополнительные виды, взгляды, чтобы еще лучше упорядочить собственное. Очень часто такие вопросы вдохновляют на какие-то новые идеи и так далее. Поэтому в этом смысле спасибо вам большое. Будем рады еще пообщаться в будущем. Спасибо за ответы. Всего доброго. Успехов. До свидания вам также. Всего хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok